Ребята, всем привет! Привет-привет! С вами Яна Пачковская, и мы продолжаем наш онлайн-марафон «Неделя поступления». Это марафон для всех тех, кто хочет определиться с местом поступления, понять условия подачи документов, как, куда, когда, до какого числа, и, собственно, подать документы онлайн. Волшебная магическая платформа учеба.ру позволяет вам указать ваши интересы, загрузить свои баллы экзаменов, и вам выдаст сервис те вузы и те колледжи, которые, ну, ему кажется, вам могут понравиться и подойти. Ну, а вы уже будете делать выбор, и наша неделя, наш онлайн-марафон помогает вам с определением, потому что мы встречаемся с вузами, с разными, с самыми классными ведущими вузами России, с представителями этих вузов, которые сами рассказывают о том, почему стоит поступать к ним, и как вообще это все делать. И у нас, друзья, сейчас на связи будут студенты, вам, наверное, школьники, это будет особенно интересно, потому что это студенты, люди, которые учатся в данный момент Института электронной техники, МИЭТ, называется Московский институт электронной техники, наверное, ведущий, крупнейший вуз, точнее, не крупнейший, а просто ведущий, один из самых развитых вузов, готовящий IT-специалистов, готовящий специалистов электроники, телекоммуникаций, расследователей киберпреступлений и так далее. В общем, в три часа мы с вами встречались, и председатель, не председатель, а эксперт приемной комиссии нам рассказывала, как поступать, что нужно делать, ну, а сейчас, ой, сейчас сами студенты расскажут со стороны студентов, как это вообще было, как они поступали, как проходит сейчас учеба. Ребята, привет! Привет, привет! Дам вам поздороваться. И расскажу вообще, с кем мы будем сегодня общаться. Сегодня с нами на связи Настя Агурешина, председатель студенческого совета МИЭТ. Настя, привет! Добрый вечер, дорогие наши абитуриенты, их родители, а также просто гости трансляции, давайте для начала мы все представимся. Да, меня зовут Досиенко Руслан, я являюсь главным редактором группы ВКонтакте Первый МИЭТовский. Меня зовут Амир Мусин, я тренер студенческой молодежи. Ну и с вами я, Настя Агурешина, я председатель студенческого совета МИЭТ. И мы сегодня будем с вами на протяжении всей этой трансляции отвечать на ваши вопросы и рассказывать про наш университет изнутри, глазами студентов. Да, Настя, прости, прям, ребят, ребят, простите, буквально прерву, извините. Сейчас ребята, да, будут все подробно самостоятельно рассказывать. Я просто хочу вам еще раз напомнить, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос, и на него ответят студенты, люди, которые прямо сейчас учатся в этом институте. Вот, поэтому, пожалуйста, кидайте комментарии. И, кстати, если вы не зарегистрированы, регистрируйтесь. Ссылка в описании. Ну и давайте начнем. Ребята, все, не прерываю вас. Погнали. Да, как уже сказали, мы сейчас находимся на вечере открытых дверей. Это наша неформальная встреча со студентами-собитуриентами, где мы будем говорить о нашем вузе. Больше вы сможете узнать о том, как проходит обучение, какие направления у нас есть, о нашей неучебной жизни, и про общежития и социальные льготы, что тоже очень важно. Мы расскажем вам о студенческой жизни, о льготах, об общежитии, и также кратенько поговорим о направлении подготовки в нашем мире. Оставайтесь с нами, и вы не пропустите все самое интересное о жизни в МИЭТе. Ну а для начала мы предлагаем посмотреть вам небольшую экскурсию по нашему университету. Добро пожаловать в Национальный исследовательский университет МИЭТ. Сегодня мы, Андрей Черкасов и Анастасия Гурешина проведем для вас небольшую экскурсию и расскажем все самое интересное о нашем любимом университете. С высоты птичьего полета МИЭТ похож на микросхему, и это неудивительно, ведь он создавался специально для подготовки специалистов в области микроэлектроники. Место расположения выбрано не случайно. Зеленоград был и остается центром высоких технологий. Город оправдывает свое название. Кампус университета расположен рядом с лесом, а между учебными парами можно прекрасно отдохнуть в сквере. Всех гостей МИЭТ встречает космическими часами над главным ходом. Циферблат отображает солнечную систему, под которой расположен зодиакальный круг. За необычной формой скрывается самый настоящий памятник – колокол 18 века. Одним из атеров инсталляции стал Сергей Чехов, племянник русского классика. Здесь довольно прохладно, пора внутрь. Тогда предлагают по мотивам известной программы подкинуть монетку, и мы узнаем, кто сначала покажет Дом культуры, а кто сразу отправится в МИЭТ. Орел? Решка. Я отправлюсь в Дом культуры. Ну, а я пойду в МИЭТ. Удачи! Сейчас мы находимся в первом корпусе. Это сердце МИЭТа. Сегодня здесь непривычно пусто, однако в обычные учебные дни здесь многолюдно. Именно отсюда можно попасть в другие корпуса. Первый этаж отведен под административные кабинеты, например, студенческий офис. Здесь вам помогут решить любые учебные вопросы. Если никаких проблем с учебой не возникает, то самое время наведываться в ДК. Здесь регулярно проводятся творческие события. От камерных студенческих посиделок до крупных городских концертов и мероприятий. Заскучать у нас точно невозможно. В неучебная жизнь МИЭТа кипит благодаря огромному количеству студенческих организаций. Активисты занимаются подготовкой мероприятий. Кураторы бегают с первокурсниками. Желающие побыть вожатыми вступают в отряд битв. Спортивный клуб «Электрон» поможет стать быстрее, выше и сильнее. А журнал «Инверсия», «Фото-клуб «Инфокус»» и «Медиа-студия МИЭТ-ТВ» собирают команды страждущих авторов пера, фото- и видеокамеры. И в этот список вошли только самые крупные студенческие объединения. Поступив к нам, вы откроете для себя много нового и интересного. Первым делом при выборе вуза стоит обратить внимание на направление подготовки. МИЭТ предлагает большое количество возможностей, особенно на технических направлениях. Узнать подробнее о них вы можете в любое время на сайте abiturien.ru. А сейчас давайте посмотрим, где вы будете учиться. Таким образом, декор на единицу. Любое обучение начинается с теории, поэтому мы пришли в одну из самых больших аудиторий. Здесь читаются лекции сразу для нескольких групп. Полтора часа, а именно столько длится учебная пара, преподаватель дает теоретические знания о предмете, который необходимо отработать на семинарских занятиях. Они не сильно отличаются от уроков в школе. Затем для закрепления знаний необходимо работать в лабораториях. Во время лабораторных работ вы будете проводить эксперименты, составлять по измерениям отчеты, сравнивать их с теоретическими результатами, а также на практике осваивать новое оборудование. В зависимости от направления вы побываете в химических и физических лабораториях, а также в компьютерных и в художественных классах. Но если для сдачи работы вам не хватает теории, то лучшим выбором станет библиотека. Я стою у входа в библиотеку. Здесь вы можете близи рассмотреть самый грандиозный проект Эрста Неизвестного, созданный на территории СССР. Библиотека является любимым местом студентов нашего вуза. Давайте пройдем внутрь. В библиотеке можно удобно расположиться со своей или взятой из огромной коллекции мед книгой. Если желания читать у вас нет, то также расположен компьютерный зал, где вы можете доделать лабораторные работы и приступить к домашним заданиям. Ну что, я свою часть закончил? Я в принципе тоже. Вы показали только самую малую часть нашего университета. Впереди еще много нового и полезного. МИЭД сегодня – это ведущий вуз страны в области высоких технологий. Наши выпускники – востребованные специалисты в области электроники, нанотехнологий, IT, телекоммуникации, а также менеджмента, лингвистики, дизайна и кибербезопасности. Один из известнейших ресурсов по поиску работы «Суперджоп» предоставил рейтинг вузов России по уровню зарплаты. Молодых специалистов, выпившихся в периоде с 2015 года по 2020 год в области IT-технологий, ИМИЭД занимает в данном рейтинге 12 место. Средняя заработная плата выпускников составляет порядка 125 тысяч рублей. Необходимо понимать, что наш вуз технический, поэтому большинство направлений в нем – техническая направленность. Но у нас также есть несколько сильных гуманитарных направлений. Давайте сейчас мы с вами познакомимся с нашими направлениями. Мы коротко расскажем, кем вы можете стать и какие предметы необходимо сдавать или подавать документами, чтобы на них поступить. Итак, первое направление – это биотехнические системы и технологии. Данное направление является симбиозом технических и биологических наук. При обучении на данном направлении вы будете принимать участие в создании биомедицинских приборов и технологий, начиная от разработки проекта и заканчивая готовыми к эксплуатации устройствами. Предметы ЕГЭ – это русский, математика и физика. Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Студенты этого направления умеют программировать, проектировать телекоммуникационное оборудование, сети связи и системы коммутации. Обучение по данному направлению дает базовые знания в области физики связи, цифровой обработки сигналов и так далее. Предметы на сдачу ЕГЭ – точно такие же, русский язык, математика. Информационная безопасность. Если вы хотите научиться устанавливать и настраивать средства защиты информации от несанкционированных воздействий, а также предотвращать утечку информации по техническим каналам, то это направление для вас. Информационная безопасность подразумевает под собой гораздо больше, чем просто защиту компьютеров от вирусов и хакерских атак. Предметы для ЕГЭ – такие же, русский, математика, физика. Итак, следующее направление с таким же набором предметов – это русский, математика и физика. Направление конструирования и технологии электронных средств. На этом направлении вы будете изучать электронные устройства от разработки до этапа производства. Узнаете, по каким технологиям работают современные предприятия. После окончания вы можете пойти работать в сферу, которая вам по душе. Производство печатных плат, топология или сборка уже готового устройства. А также вы научитесь работать в современных программах. Предлавная математика. Если вы хотите исследовать математические модели, сложить научно-технические системы процессов, применять на практике программы для решения инженерных и экономических задач, то это направление для вас. Ведь создание любого электронного устройства начинается именно с математического описания задач, которую он решает. Предмеры для сдачи точно такие. Математика русской. Радиотехника. На этом направлении обучают проектированию современных радиотехнических узлов устройств систем, а также использование современных систем автоматизированного проектирования при моделировании радиоинформационных устройств. Спектр знаний широк от связей и радиолокаций до навигации и систем управления. Предметы для сдачи такие же, как и на предыдущих направлениях. Самое многочисленное направление подготовки в нашем университете – это электроника и наноэлектроника. В Мете реализованы три профиля обучения – интегральная электроника и наноэлектроника, квантовые приборы и наноэлектроника и автоматизированное проектирование изделий наноэлектроники. Упускники специализируются на проектировании микросхем, разработке технологических процессов, технопредпринимательстве, а также разработке программного обеспечения для различных операционных систем. Предметы также – русский, математика и физика. Материалы введения и технологии материалов. Студенты данного направления занимаются созданием новых материалов и наноструктуры для микроэлектроники, а также разрабатывают приборы на их обеспечении. Удивительно, но основные материалы, с которыми вы будете работать – это кремний, арсенит, галлия, оксид алюминия и титан. Именно эти материалы используются для создания прорывных технологий и разработок в области энергетики, сенсорики и других областей. Предметы для сдачи – русский, математика, а также на выбор – экзакры, физика или химия. Следующее направление – наноматериалы. Это новое перспективное направление, на котором вас научат разрабатывать и создавать новые наноматериалы. В отличие от материаловедения, в данном направлении даются более фундаментальные знания в области строения вещества, кристаллографии, физики твердого тела и других активно развивающихся отраслях науки, связанных с наноматериалами. Предметы для сдачи – русский, математика и на выбор – физика или химия. Следующее направление с предметами на выбор между физикой и химией – это техносферная безопасность. На этом направлении занимаются вопросами инженерной защиты окружающей среды. Студентов обучают методом контроля объектов окружающей среды, проведению экологической оценки состояния зданий, заводов, предприятий и других объектов. Выпускники становятся специалистами в области экологической и технологической безопасности на промышленных предприятиях. Прикладная информация. В направлении готовят IT-специалистов современных, а также современных управленцев компаний. Здесь вы научитесь исследовать, разрабатывать, внедрять, сопровождать информационные системы для различных средств, оптимизировать бизнес-процесс, а также управлять проектами в стереоцентре. Предметы для сдачи – русский, математика, информатика. Информатика и вычислительная техника. На этом направлении вы научитесь разрабатывать программное обеспечение для информационно-управляющих систем, настраивать и администрировать компьютерные сети, создавать и поддерживать базу данных. Выпускники обладают набором компетенций в области информатики и компьютерной инженерии. Предметы для сдачи – математика, русский и физика или информатика на выбор. Следующее направление – это программная инженерия. Студенты администрируют программное обеспечение, осуществляют его инсталляцию и настраивают параметры. Вы можете научиться разрабатывать компьютерные игры и крупные веб-порталы. Программист всегда найдет себе работу. Ну и предметы для сдачи – это также русский, математика и на выбор – физика или информатика. Управление в технических системах. Студенты научатся проектировать микропроцессорные системы управления промышленного назначения, а также работать и разрабатывать особые системы передачи промышленных интерфейсов. Более того, предоставляется возможность организовывать технологические процессы производства, наладки и испытания узлов, блоков и систем управления. Предметы для сдачи – математика, русский, а также на выбор – физика или информатика. Информационные системы технологий – это новое направление, которое научит вас проектировать интерактивные виртуальные миры и дополненную реальность, а также разрабатывать медийные проекты и реализовывать творческие идейные в формате цифрового дизайна. Специалисты будут востребованы в проектировании интерактивных интерфейсов, разработке мобильных приложений, веб-дизайне и 3D-моделировании. Предметы для сдачи ЕГЭ – русский язык, математика и информатика или физика на выбор. Следующее направление у нас достаточно гуманитарное – это менеджмент. Это направление, выпускники которого специализируются в области менеджмента, маркетинга и управления проектами. Вы научитесь разрабатывать бизнес-планы проектов, анализировать и планировать деятельность предприятий. Упускники работают в области финансового менеджмента, маркетинга, пиар, управления инвестициями, персоналом, проектами и так далее. Ну и экзамены – обязательно русский, язык, математика и на выбор – общество знания, информатика, английский или история. Лингвистик. Здесь готовят будущих переводчиков и учителей иностранного языка – общего, начального и среднего образования. Переводчики изучают не только типичные для направления дисциплины, но и технический перевод, а также перевод в сфере приоритетных направлений развития науки, техники, экономики и бизнеса. Выпускники находят себя в сфере обслуживания, образования, перевода, методики и науки. Предметы для сдачи – английский язык, общество знания, русский. Следующее направление – дизайн. Студенты этого творческого направления научатся выполнять весь комплекс работ под дизайн-проектированием. От идеи до воплощения замысла в материале. Более того, будущие дизайнеры овладеют технологиями виртуальной реальности, 3D-моделирования, графики, живописи и скульптуры. Предметы для сдачи ЕГЭ – русский и литература. Но также надо будет выполнить вступительное испытание – это творческий конкурс «Живопись и рисунок». Следующее направление – все до этого были бакалавриат, и направление сейчас будет, который специалитет, то есть обучаться нужно 5 лет. Специальность – правовое обеспечение национальной безопасности. Она направлена на формирование одновременно навыков юриста и программиста с учетом цифровизации общества. Специалисты будут уметь расследовать киберпреступления, осуществлять юридическое сопровождение бизнес-процессов, реализуемых на технологии блокчейн. И, соответственно, предметы, которые нужно сдавать – русский язык, общество знания и на выбор – либо история, либо информатика. Ну что, друзья, вы познакомились со всеми направлениями подготовки. И если вы успешно проходите все этапы, сдаете экзамены, подаете документ в УЗ, и вот вы видите себя в приказах, вы являетесь первокурсником нашего университета. Настя, Настя, прости, пожалуйста. Настя. И ребята, Дамир, Руслан, вы меня слышите? Да. Скажите, пожалуйста, я совсем забыла вас спросить, а вы сами на каком курсе учитесь и какая у вас специальность? Я студент магистратуры, то есть бакалавриат я уже закончила. Мое направление – это конструирование технологии и электронных средств, то есть я по факту разработчик электронных устройств, но я уже в магистратуре. Я обучаюсь на направлении менеджмент на третьем курсе. Я обучаюсь на направлении информационной безопасности на третьем курсе. Отлично. Скажите, уже сессию закрыли? Да. Да. Да, успешно? Все? Пятерки? Ну, конечно. Конечно. Серьезно? Вы отличники? Ну, хорошо, отлично. Да, отлично. Ой, все, спасибо вам большое. Тогда продолжайте. Так вот, вас в университете будут встречать кураторы. Сейчас мы расскажем, кто же такой куратор, зачем он нужен и почему это лицо, которое вы первое увидите, когда будете знакомиться с своей группой, в принципе, зайдете в университет 1 сентября. Куратор – это студент старшего курса, который помогает группе первокурсников адаптироваться в новом вузе, и если вы иногородний студент, то и в новом городе, то есть в Винограде. Адамир является куратором 2020 года, а Руслан является старшим куратором. Поэтому, ребята, у меня к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, что самое увлекательное происходит в первый месяц у первокурсников? На самом деле, самый первый месяц улучшения первокурсников в университете является самым сложным, включая различные особенности адаптации на новом месте, в новом социуме. Поэтому университет старается не нагружать своих студентов какими-то серьезными мероприятиями. Однако, есть особый вид мероприятий, который нацелен к краске на преодоление многих социальных барьеров. И в первую очередь, это такие мероприятия, как деньгруппы, где ребята, которые находятся в одной группе, сплачивают и делают одной единой семьей. Сюда же можно отнести посвящение, где уже пытаются отменить целое направление. И в целом, на самом деле, вот, я думаю, многие первокурсники заметят, что уже за первый месяц, что атмосфера в Мете, в отличие от многих вузов, не является основанной на конкуренции. В основном, преимущественно, все ребята здесь находятся в такой дружеской семейной обстановке. Поэтому, самое увлекательное за первый месяц, я думаю, это новые знакомства, новые друзья. В целом, это основное. Хорошо. Тогда какие трудности возникают у первокурсников? Ну, безусловно, я уже успел сказать, основные трудности связаны, в первую очередь, именно с социальной адаптацией. То есть, многие ребята приезжают в университет из различных городов. Да. Многие уезжают от своих семей, и бывает сложно первое время адаптироваться в новом месте. Но именно для этого им нужны кураторы, которые помогают ребятам освоиться в новом месте, найти друзей, познакомиться с преподавателями, и в целом найти для себя в Мете новый дом. Я могу тут добавить, что помимо таких проблем, бывают у первокурсников проблемы, связанные с документацией, с различным оформлением бумаг и со срочкой. Опять же, в этом деле помогают во многом кураторы, но на будущее, знаете, понимаете, кто сейчас выступает во взрослую жизнь, и вам самим надо будет решать эти задачи. Хорошо. Какова роль куратора в жизни любого первого? Тут куратор – это не только наставник в плане работы с администрацией, решений бытовых проблем и проблем с обучением. Куратор в нашем университете – это еще и друг. Это тот человек, на которого можно положиться, он всегда поможет и окажет поддержку. Поэтому на будущее тоже помните о том, что куратор – это тот человек, который всегда готов прийти к вам на помощь, и не бойтесь к нему обращаться. Советуете ли вы сами становиться кураторами, будущим актуриентом, который поступит, будет на первом курсе? Посоветовали ли вы им стать именно такими? Ну, я, конечно, бы посоветовал, потому что, помимо того, что это развивает тебя как личность, помогает найти тебе новые способности, новые силы, новые возможности для тебя, получить массу новых эмоций. И не надо забывать, что когда ты был первокурсником, тебе очень много помогали, и ты понимаешь, как для тебя это важно. Поэтому многие ребята идут к кураторству для того, чтобы помогать уже новым первокурсникам преодолевать их проблемы и поддерживать. Да, я полностью согласен с Русланом. Кураторство – это в первую очередь эмоции, новые иллюзии, поэтому я тоже советую попробовать. Какие бы советы вы дали именно от куратора, нашему абитуриенту? Не откладывайся в ответ. Если уж вы планируете закрывать сессию хорошо, то нужно готовиться заранее. Не нужно предпринимать все в последние два дня до дачи экзамена, потому что, как правило, это возможно, но это очень сложно и занимает очень много времени и сил. Поэтому начинайте подготовиться заранее. Мой совет уже в общем. Когда вы только поступаете в университет, поймите то, что первый семестр – это самый важный семестр. То, как он пойдет, от того, как он пройдет, пройдет дальше ваше обучение. Поэтому уже начиная с первого семестра, ответственно, подходите к процессу вашего обучения и образования. Я бы еще добавил то, что в первом семестре вы уже должны понять, что преподаватели, которые будут вас экзаменовать, которые будут читать вам лекции, семинары, не нужно бояться. В отличие от многих московских университетов, в нашем университете преподаватели не имеют какую-то самоцель завалить вас, запугать вас, убедить в том, что их предмет самый важный. Они всегда готовы прийти к вам на помощь, они всегда готовы разъяснить какие-то сложные моменты. Поэтому, если у вас возникнут трудности, вы всегда можете к ним пройти и разобраться в какой-либо сложности. У меня еще есть очень важный совет для иногородних студентов. Когда вы приедете в общежитие, помните, что очень важно наладить сразу хорошее отношение со своими соседями, потому что вам надо будет жить очень долгое время вместе. И мой совет отлично от меня. Попробуйте придумать какой-то, возможно, свод правил, какие-то договоренности, которые вы будете соблюдать в комнате, чтобы вам было комфортно там проживать и обучаться. Я бы еще посоветовал не бояться чего-то нового, потому что в дальнейшем, когда вы поступите в университет, у вас, ну, вы встретите огромное множество людей, активистов, да, которые организуют различные интересные мероприятия, на которые действительно стоит сходить. Безусловно, учеба – это очень важно, но нужно давать себе порой возможность отдохнуть, расслабиться, познакомиться с какими-то новыми людьми, да, провести хорошо время. И в целом вот этот вот актив различных мероприятий – это именно то, что в конечном итоге сделает вашу студенческую жизнь незабываемость. Поэтому одним из таких вот тоже важных советов я бы назвал совет «Не бояться чего-то нового, участвовать». Ну и в завершении, наверное, я дам свой совет последний от нас. Ребят, помните, что всегда говорят наши родители и все там поколения старше, что студенческие годы – они самые лучшие. И это действительно так, поэтому мы очень вам советуем и желаем, чтобы вы провели их так, чтобы вспоминали потом всю жизнь и рассказывали дальше уже будущим поколениям. Ну и такие кураторы вас встретят, когда вы переступите порог нашего университета, они будут помогать вам во всем. Даже если у вас будут какие-то очень самые, на ваш взгляд, нелепые вопросы, как варить макароны, они все равно вам ответят, помогут и продемонстрируют на практике. Обычно кураторы знакомятся с группой на вручении студенческих. И мы сейчас предлагаем вам посмотреть, как проходило вручение в предыдущие годы. Как тебе твои новые одногруппники? Ребята очень приятные, сразу какой-то диалог пошел. Я думаю, так и дальше будет продолжаться, и все будет хорошо. Как тебе, на первый взгляд, наш университет? На самом деле, мне очень понравился университет. Снаружи вообще действительно прекрасно, как будто попал в какой-то американский фильм, и город сам по себе зеленый. Из-за этого создается действительно легкое ощущение, что ты летаешь здесь. Как тебе твои слонята? Это самые шикарные ребята, то есть мы, когда зашли в аудиторию, мы посмотрели на них, мы сразу поняли, что это будет огонь. А потом, когда мы с ними начали разговаривать, проводить игры, они были все в это влиты, заинтересованы. Мы сразу сами зарядились, стали хотеть им больше помогать, то есть сразу мотивация появилась с ними работать. Да, последнее пожелание своим слонятам. Чтобы они все пошли в актив. Прошло время познакомить вас с неучебной жизнью МИЭТа, то есть чем занимаются студенты, активисты, про которые говорил Дамир, и просто люди, которым иногда вечером просто нечего делать, и не хотят найти себе занятия. У нас студенческие объединения в МИЭТе можно условно разбить на несколько групп. Первое, наверное, самое многочисленное, это студенческий совет и его подразделения. У нас есть очень много творческих объединений, спортивных, интеллектуальных, а также студенческий правком. Сейчас мы обо всем понемногу расскажем. Первое, это студенческий совет, это орган самоуправления, председателем которого я являюсь. Для чего нужен студенческий совет? Это как государство, да, и нужен какой-то руководитель или руководство, а также и совет, студенты хотят проявлять инициативу, хотят решать проблему университета, хотят сделать его лучше и, в принципе, наладить жизнь других студентов, которые, возможно, не всегда могут рассказать о проблемах. Мы стараемся помогать, стараемся сотрудничать с администрацией, входим в различные специальные комиссии, в комиссии о переводе сплатного на бюджет и так далее. Нас привлекают, согласовывают с нами, наше мнение спрашивают о каких-то решениях, важных вопросах. В целом студенческий совет состоит из нескольких отделов, то есть есть информационная группа ВКонтакте, которую мы ведем, чтобы рассказывать о новостях и студентам, и абитуриентам, и родителям, все, кто туда заходит. Есть большой культурно-массовый отдел, который делает мероприятия, очень большие, очень классные. Чтобы разбавить досуг студентов, можно было вечером сходить на какой-нибудь концерт или посетить какое-нибудь интересное мероприятие и также провести время и познакомиться с новыми людьми. И также есть председатель направления, если у вас проблемы с учебой или вам что-то непонятно, есть председатель именно вашего направления, в который вы поступите. Можете обратиться к нему, он тоже вам поможет, подскажет или даст контакт ответственного преподавателя или кого-то с вашей картины. Если вы творческая личность, то у нас есть творческие объединения. Если вы хотите развиваться в сфере театрального искусства, у нас есть театральное объединение. Также у нас есть студенческий хор. Помимо этого, у нас есть объединения, связанные с работой в средствах массовой информации. Например, у нас есть фотоклуб InFocus, который занимается подготовкой фотографов. И даже в будущем, если вы хотите развиваться в этом, у нас многие студенты подрабатывают тем, что занимаются фотографией. Помимо этого, у нас есть МИЭТВ, то есть это ребята, которые учатся репортажу, съемке и монтажу видео. А помимо этого, у нас есть много направлений, которые связаны, например, с экологичным движением, донорством или волонтерством. Поэтому, если вам и это интересно, то вы тоже можете найти что-то для себя. Также в нашем университете очень сильно развита спортивная составляющая. У нас очень много спортивных объединений и сборных. В первые дни, когда вы придете в университет, вам будет предложено несколько направлений физической подготовки, среди которых будет легкая атлетика, плавание, волейбол, баскетбол, футбол и многие другие, в которые вы можете вступить уже с первого дня. Опять-таки, это связано с физической культурой. А также после поступления на эти направления вы можете вступить и в сбор данных направлений. Как я уже успел сказать, спортивная составляющая в нашем университете очень сильно развита. У нас один из самых сильных спортивных клубов среди московских университетов России «Электрон», вступив в который, вы можете попадать на все матчи нашей сборной, наших университетских сборных, а также получать льготные билеты на различные спортивные матчи нашей сборной России. Если вы любите свое свободное время проводить с пользой, то для вас еще и интеллектуальное объединение. Это радиоклуб, который у нас есть в МИЭТе, также есть олимпиадное программирование, есть клуб интеллектуальных игр. То есть здесь вы можете найти себе любое дело по душе или развивать то, чем вы уже занимались. И еще одним защитником прав студентов является студенческий правком. Это место, которое занимается организацией различных мероприятий вне стен университета. Например, они организовывают ночные экскурсии по Москве. Также там можно получить билеты на различные мероприятия, концерты и даже какие-нибудь спортивные матчи. Ну и что еще немаловажно, что это структура, которая помогает в различных тяжелых жизненных ситуациях, и в ней можно оформить матпомощь, и они могут финансово помочь, и также помочь в решении каких-то других проблем в университете. В общем, наш посыл к вам, что учиться надо всегда хорошо и отлично, но и также нужно как-то разнообразить свой досуг и найти себе, возможно, еще какое-то хобби. Поэтому мы ждем вас в наших рядах, и сейчас предлагаем вам посмотреть видео про студенческую жизнь и студенческие объединения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok рублей в месяц. Комнаты предоставляются с новым ремонтом и мебелью, однако знайте, что там не будет бытовой техники, поэтому если вам необходима микроволновка, холодильник, чайники, то все это вы должны либо взять из дома, либо купить непосредственно в Зеленограде. Но тут есть небольшой лайфхак. У нас есть группа, которая называется Barters тут городок мед. Там студенты и выпускники выкладывают различную посуду, также бытовую технику, которая им уже не нужна. И там можно купить вам все необходимое по дешевым ценам. И еще как совет, лучше копирироваться комнатой, да, и покупать технику на всех, чтобы всем не везти. Понятно, что в комнате вам не нужно холодильника, поэтому подумайте, приедьте, поговорите с соседями и вот через группу, либо через нахомах также можно приобрести, чтобы сэкономить. Давайте сейчас с вами посмотрим небольшую экскурсию по общежитию, которую мы для вас подготовили. Всем привет! Всех иногородних студентов интересует вопрос, сколько времени занимает дорога от университета до общежития. Прямо сейчас мы с вами проследуем по маршруту МИЭД студенческий городок. Сделать это можно как минимум тремя способами. Пешком на автобусе номер 19, а в хорошую погоду и на велосипеде. Для проезда на городском транспорте вам понадобится социальная карта. Для велосипеда на площади перед университетом есть удобная парковка, а с недавнего времени появилась станция велопроката. Путь пешком до улицы Юности занимает порядка 15-20 минут. На велосипеде или автобусе мы доедем примерно за 10. Ну что ж, учебные будни позади, поехали домой. Общежитие находится на улице Юности, рядом с лесным массивом пятого микрорайона Зеленограда. Студенческий городок состоит из четырех пятиэтажных и одного одиннадцатиэтажного здания, объединенных в единый комплекс с одной проходной. Всего здесь проживает более двух тысяч студентов. Давайте посмотрим, что же внутри. Пожалуй, самые важные локации находятся недалеко от проходной. Продуктовый магазин, в котором вы найдете все самое необходимое. А это значит, что организовать себе сытный завтрак вы можете не выходя из общежития. Но если же готовить совсем не хочется, добро пожаловать в столовую, которая работает ежедневно с 11 до 19. За здоровьем студентов следят сотрудники медицинского пункта. Он также расположен на первом этаже. Там всегда окажут первую медицинскую помощь, а также выдадут нужную справку. На втором этаже расположена библиотека с читальным залом, а также знаменитая Боталка – уютная аудитория для самоподготовки студентов, которые желают заниматься учебой вне своей комнаты. Для творческих личностей и тех, кто любит спорт, есть танцевальная студия, актовый зал, спортивный зал, комнаты для настольного тенниса. Здесь студенты проводят свое внеучебное время. А сейчас мы посмотрим главное – комнаты, в которых живут студенты. В прошлом году в Тудгородке начался масштабный ремонт. По плану в ближайшие 4 года будут отремонтированы все помещения. В девятом корпусе большая часть комнат уже обновлена. Предлагаю пройти на кухню. Здесь готовят еду студенты. Кстати, многие парни, окунувшись в взрослую самостоятельную жизнь, готовят лучше девчонок. Еще одно важное место для ежедневного быта иногороднего студента – это душевая и уборная. Посмотрим на новые отремонтированные помещения. Думаю, теперь у вас есть общее понимание того, как выглядит студенческий городок изнутри. Поверьте, для каждого студента, который здесь проживает, эти стены становятся родными. Также одним из наиболее важных преимуществ обучения МЕТИ является наличие военной подготовки. Военноучебный центр МЕТА готовит офицеров, офицеров запаса и сержантов запаса. Давайте проведем некоторую грань между этими понятиями, чтобы стало понятнее. Ребята, которые идут на офицеров, идут по целевому приему нашего университета непосредственно от Министерства обороны Российской Федерации, что означает, что после выпуска из университета они будут служить по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Если же вы не хотите после выпуска служить, скажем так, то вы можете выбрать в любом случае гражданскую специальность и пойти по направлению офицеров запаса или сержантов запаса. Программа офицеров запаса длится два с половиной года, сержантов запаса полтора года. После получения диплома вы отправляетесь на военные сборы на срок около месяца, после чего принимаете присягу и получаете военный билет и идете в армию. Дальше хотелось бы рассказать поподробнее о том месте, где вы будете проживать, учиться непосредственно о нашем городе. Да, МЕТА находится в Зеленограде. Зеленоград — это один из московских административных округов Москвы, но тем не менее он расположен в определенной дальности от нее, и он разделен с ней Московской областью. При этом 59 лет назад Зеленоград разрабатывался как город-спутник Москвы, в котором будут работать предприятия в разработке электронной промышленности. И сейчас 800 предприятий Зеленограда работают в этой сфере, и они с радостью берут себе на практику студентов и с будущим трудоустройством. Поэтому без работы наши выпускники не остаются. Хотелось бы отметить, что Зеленоград является очень экологически благоприятным округом Москвы. Он разделен на старый и новый город своими микрорайонами. У нас очень много зелени, очень много парков, и город, в принципе, обладает очень автономной инфраструктурой. Все находится в шаговой доступности. Это магазины, школы, детские, если нужно, наш мед, любимый. Очень много торговых центров, и все, можно даже дойти пешком или на автобус. Также, как в коренной Зеленограде, я смогу сказать, что Зеленоград – это идеальное место прогулок. В Зеленограде огромное множество, уже успела заметить Настя, парковых, лесопарковых зон. Здесь очень много мест для отдыха. В конце концов, в Зеленограде располагается один из самых известных и красивых парков Москвы. Это парк Победы, который нужно располагать прямо напротив нашего университета. Помимо всего прочего, в Зеленограде очень здорово развита транспортная система. То есть, из любого конца города вы можете быстро на автобусе доехать в другой конец. То же самое относится, кстати, и к Москве. От общежития вы можете спокойно за 35 минут на автобусе доехать до ближайшей станции метро и речного вокзала. Также можно до Москвы доехать на рейсовых птичках, но это займет порядка 40 минут. В целом, Зеленоград – это невероятное место, невероятно красивое место для обучения. Невероятно комфортно. Поэтому пойти мне. Как иногородний студент, который приехал сюда, в Зеленоград, меня очень удивил именно город, потому что очень много деревьев, очень свежо, очень красиво. Это Москва, что много значит, потому что много льгот и скидок тоже у нас московских. Но не такой большой, как вот все большие наши города. И, в принципе, очень комфортно. И хочется остаться здесь спустя уже много лет, понимая, что, скорее всего, останешься жить в Зеленограде и здесь работать. Ну что, мы с вами прошлись по всем нашим основным блокам университета. И все, что мы хотели вам рассказать, коротко мы рассказали. Теперь мы ждем ваши вопросы и готовы ответить на все. Да, Настя, Дамир, Руслан, спасибо вам большое. Очень здорово, очень интересно узнать. У вас, да, у вас еще раз, который раз хочу заметить, как у вас стильно, какая у вас классная библиотека. Вот скажите вообще, в принципе, вот вы хоть раз жалели о том, что поступили в МИЭД? Нет. Нет. То есть вы вот прям поступили и, можно сказать, вот живете счастливой студенческой жизнью? Ну, конечно. Сложно? Это делает это делать. Да, то есть активная студенческая жизнь, легко обучаться, интересно обучаться, много возможностей тебе здесь дается, поэтому жалеть о том, что ты поступил сюда, но достаточно странно. А ничего, что вуз как бы московский, да, называется московский, а все равно далеко? Приходится вот в Москву, допустим, ездить? Может быть, это неудобно как-то вам? Ну, в целом есть вузы, которые находятся в Москве, но до центра им ехать тоже где-то час-полтора. У нас, в принципе, от нашей станции, да, на Ласточке полчаса, и ты в центре Москвы. В принципе, то же самое. Проблем нет, значит. Хорошо. Хорошо. Это так, это мне было интересно. А сейчас давайте перейдем к вопросам от ребят, которые писали, то, что их интересует в чате. Итак, первый вопрос. А есть в Мете киберспортивная команда? А кто Алинка? Конечно, у нас есть целое киберспортивное движение, они устраивают турниры, у них они очень часто играют, они... Дота? Дота, Кунтерскайк, еще есть игры, да, есть группа ВКонтакте, мед и спорт называется, то есть это, да, определенное даже студенческое направление, вот мы говорили, все не успели рассказать, но это вот отдельное подразделение, которое занимается как раз-таки киберспортивным спортом. Они участвуют, я знаю точно, в московских различных турнирах и занимают какие-то места. Здорово. У них есть освобождение от физры? Это считается как... Нет. Зачет. Нет, не зачет. Спасибо большое. И потом участвуют уже в городских, да, наверное, соревнованиях ваши команды. Если команда выходит, да, смотря какой турнир, как они играют, но шансы у всех есть. Спасибо. Какой факультет выбрать девочке? Такой вопрос. Настя? Это настолько, мне кажется, индивидуально, смотря что интересно человеку. Тут, наверное, не стоит разделять девочки и мальчики, потому что у нас на гуманитарных направлениях казалось, что должны учиться девочки, но там много парней, и на технических также девочек немало, поэтому я бы советовала отталкиваться именно от интересов. Интересно везде, главное понять, что конкретно тебе хочется. Так, это примерно 50 на 50. Да, спасибо. О, вот важный вопрос. Вот конкретно вам, ребята, сложно ли было поступить, и как вы выбирали специальность? Давайте помочь первому. Ну, я когда поступал в университет, я помню, что я набрал 286 баллов. Я мог поступить в любой Московский университет, но я сам, как-то ужасно сказать, коренной зеленоградец, и мне намного комфортнее обучаться именно здесь. Вот, отвечая на предыдущий вопрос, и чувствуется ли разница между обучением непосредственно в Москве и здесь? Да, разница, безусловно, чувствуется, потому что зеленоград, за счет того, что он немножечко отделен от Москвы, хоть и является ее составной частью, все-таки немного другое место, более спокойное, более комфортное, не суетливое. Вы можете просто спокойно прогуляться по парку, где не толпятся люди, где люди не спешат постоянно к нам. И это замечательно. В целом университет готовит достаточно сильных специалистов, поэтому я ни разу не понимаю. Вот, а поступать, ну, сложно, наверное, в плане переживаний, потому что мы вас очень прекрасно понимаем, потому что сами были абитариентами, и тяжело именно ждать, ждать результатов, потом подаешь документы, ждешь, поступил ты или нет, это очень нервный период, но потом, когда все, вот, приказывает, понимаешь, что все, наконец-то я справился, отпускается, начинается очень интересная, самая главная жизнь, в которой никто, в принципе, не жалеет. Еще кто-то расскажет про сложность поступления? Ну, кто-нибудь, может быть, не скажет. Ладно. В целом, на самом деле, поступление, как сказала Настя, да, это в основном переживание. Самая большая сложность здесь – это понять для себя сейчас, получается, вот, что тебе интересно, что для тебя важно, чем ты хочешь заниматься в будущем, и если ты смог выбрать такое направление для себя, то никаких сложностей не будет, надо просто идти к цели. Ой, отлично, отлично, потому что следующий вопрос как раз об этом. Ребята, а где вы планируете работать, что делать в будущем? Ну, направления у нас разные, специалисты мы им разные. У меня направления связаны как раз с электроникой, а Зеленоград считается городом микроэлектроники. Очень много предприятий различных, и даже очень близко к МИЭТу, есть через дорогу, есть немножко подальше, то есть выбора очень много. Поэтому я думаю, что со специальностью микроэлектроники, в городе микроэлектроники, я без работы не останусь. Ребята, а у вас? Я должен поддержать Настю в этом вопросе. Я тоже учусь, как Настя уже успел заметить, на другом направлении. Я учусь на направлении информационной безопасности. И да, действительно, в Зеленограде очень много предприятий, нацеленных непосредственно на прием, на разработку различных технологий, электронных технологий, и спрос на специалистов в данных областях вероятно высокий. Но вот если говорить про какие-то предприятия, связанные непосредственно с информационной безопасностью, то это, безусловно, будет СТЭК Российской Федерации, это будет Элвис Плюс, лаборатория Кастерского, и этот список может продолжать еще очень. Я как представитель здесь гуманитарного направления будет, у меня немножко отличается все. Но на самом деле эти же предприятия, им тоже нужны экономисты, то есть я учусь на менеджменте, мы обучаемся как экономике, так и маркетингу. Но для меня интересно в будущем работать в сфере СММ, и на самом деле здесь, в Длиннаграде, тоже есть предприятия, которые ищут для себя как раз такие специалисты в сфере СММ. И я уже сейчас нашел, где у меня будет проходить место практики, кстати, мед, предоставлять хорошее место практики не только для технорей, но и для студентов гуманитарных направлений. И на будущее место практики своего я бы хотел там как раз-таки требовать такие специалисты и продолжить работать. А расскажи, где ты будешь практиковаться? Ну, это... не думаю, что... Тайно? Да, такой секрет фирмы. Хорошо. Тогда удачи вам, ребята, с выбором специальности, с работой. Мы продолжаем вопросы. Их у нас немало. Итак, следующий. О, есть ли у вас какие-то традиции? Например, класть монетку в ботинок на сессии или какой-нибудь класть микросхему куда-нибудь? В общем, расскажите про традиции. Ну, в общежитии можно было заметить, когда, особенно на первом курсе, зимой, первая сессия у первокурсников. И традиционно, как у всех студентов, наверное, открываются окна. В 12 вытаскивается зачет, и почти все в общежитии кричит, халява, приди. Я думаю, что это есть у всех студентов, но у нас это тоже иногда используется. Вот, и у вас все есть. Ну, самый лучший способ подготовки к экзамену по математическому анализу, это положить учебник под подушку и лечь спать. Помогает? Ну, мне помог. По крайней мере, выспаться. Да. На самом деле, очень важно понимать, что традиции с традициями, но самое главное в экзамене – это подготовка. Поэтому, как бы ты громко не кричал и не мешал спать другим людям, самый лучший способ хорошо сдать экзамен – это к нему подготовиться. Ну, я бы тоже добавил еще к своей стране, что очень многие традиции вместе связаны с какими-то мероприятиями и внутренними праздниками. Допустим, у нас есть различные мероприятия по типу неделями, когда целую неделю студенты нашего вуза отмечают день рождения нашего университета. И вот таких вот локальных праздников очень много. Поэтому мы ее советуем, потому что вот такими вот мелкими радостями в жизни насыщена вся наша студенческая жизнь. Класс. Слушайте, давайте перейдем дальше тогда к вопросам. А, ну вот вы уже ответили. Вы сами живете в Зеленограде или в Москве? В Зеленограде. Вы все живете в общежитии, да? Нет, я живу… Он местный. А, ты местный, точно, да. А вы, Настя, Руслан? Я уже в магистратуре, поэтому я сейчас уже без общежития. А я живу в Студгородке. Ага, то есть Руслан живет в Студгородке. Настя, а ты как? А я просто снимаю квартиру, так как у меня уже… Ну все, я уже в магистратуре, скоро заканчиваю, поэтому я уже все самостоятельно. Да, но ты снимаешь квартиру в Зеленограде, да, все верно? Да, прям около Студгородка. Так, хорошо. Студенческий совет реально может повлиять на жизнь в институте? Это реально, потому что в последний год Студенческий совет сделал очень много. Например, да, общежитие – это тема, которую все очень любят. Все хотят там каждый год улучшать условия, да, новый ремонт, что-то, чтобы добавлялось. И мы написали именно Студенческий совет, обратился к администрации с просьбой о том, чтобы отремонтировать общественные зоны, которые есть в общежитии. То есть не комнаты самих студентов, а именно там, где вот люди ходят, и очень много. И, соответственно, просьба была услышана, уже составлен план, нам его тоже показывали, мы его согласовали, и будет ремонт очень специальный, очень глобальный. Также отражается это во многих других сферах, потому что, в принципе, студенты – это, наверное, основная целевая аудитория университета. Если бы, ну, не студенты, то университета бы не было, потому что кого бы обучали согласно. Вот, поэтому также наше мнение интересуется. Это здорово, когда студенты и администрация как-то вместе работают, вместе идут к тому, чтобы университет занимал еще более лидирующие позиции, и мы к этому очень сильно стремимся. Отлично! Вы молодцы! Давайте дальше по вопросам. Участвуют ли студенты в каких-то международных соревнованиях? Может, вы сами участвовали? Ну, сами не участвовали, но студенты у нас участвуют. У нас есть спортсмены, да, и олимпийские чемпионы, и чемпионаты мира выигрывают. То есть спорт очень хорошо развит, и также и в науке есть люди, которые уже занимаются наукой, они потом идут в аспирантуру, либо остаются где-то работать на кафедрах. Да, они тоже какие-то конференции международные и так далее. Так что, да, такие студенты есть, все в ваших руках. Еще можно добавить сюда, что к соревнованиям также относятся и различные олимпиады в различных сферах, областях, в IT, в сфере информационной безопасности в том числе. Тут также многие ребята проявляют себя в хорошей стране и выходят на различные международные уровни, на различные международные конференции. Хорошо. Так, следующий вопрос. Расскажите, поделитесь, какая самая классная аудитория у вас? Может, какая-то особенная, которой больше нигде нет? Хороший вопрос. Да, очень хороший. Я так понимаю, библиотека эта тоже. 33-32. На самом деле, в Мете очень много красивых аудиторий, в том плане, что сейчас постепенно университет начинает еще лучше. Более облагораживать. Лучше облагораживать, да. И вот многие аудитории, особенно в первом корпусе, имеют примерно вот такой вид, как наш библиотек. Достаточно комфортное место для обучения, и поэтому сложно выделить какую-то отдельную аудиторию. Ну, наверное, любимая аудитория наших студентов – это столовая МИЭД. Туда ходят все часто, и раз в день уже точно. Там мы все встречаемся периодически на переменах, чтобы покушать и приятно провести время. Ну, кормят вкусно? Вкусно. Что советуете взять тому, кто вот прям поступил только, точнее, к вам поступит и вот пойдет в столовую, не знает, что выбрать? Булочка-рябушка, так называется она, она знаменитая в Мете. Даже те, кто уже выпустились давно и просят купить кому-нибудь, да, там, если есть знакомый, или просто прийти, там, университет наденит в дверей и купить прекрасную булочку. Поэтому советуем попробовать рябушку, так же булочку-рясничку. Очень вкусно, мы очень любим, поэтому не хотим уходить в Мета, потому что больше не будет таких прекрасных булочек. Рябушка, она с курицей, что ли? Да. Да. А это будет интрига, кто поступит, тот узнает. Да, сначала надо поступить, а потом дегустацию. Так, отлично, ребята, дальше нас спрашивают, где студенты, где вы обычно отдыхаете? Смотря какой отдых вы предпочитаете, то есть есть активный отдых, да, если хочется куда-то сходить, там, не знаю, с друзьями или с спортом, то, как уже вы рассказывали про Зеленоград, очень много есть парков, кафе, торговых центров, там, кино, куда угодно можно сходить, либо также около Зеленограда есть какие-то там озера, да, летом, например, можно ездить и купаться с друзьями, когда вот очень жарко. Вот, а если отдых какой-то, ну, пассивный, смена деятельности, можно сходить, как есть прекрасные кафе, где можно почитать книгу, можно в библиотеку сходить, тоже хорошее развлечение, в принципе, смена деятельности, это уже, наверное, является развлечением, потому что все зависит от вас, что вам нравится, а так на выбор все. Если вам хочется погулять по Москве, можно съездить в Москву, посмотреть много разных тоже замечательностей и вернуться обратно в Зеленоград. Сюда же можно добавить еще и то, что, раз у нас сейчас лето, да, достаточно жаркое лето, то в Москве всего существует шесть зон, в которых разрешено купаться людям. И так вышло, что три из этих шести зон располагаются именно в Зеленограде. Приезжайте к нам. Классно, как здорово, как вам повезло. Переходим к следующему? Или? Руслан? Ты что-то хотел добавить? Я просто думаю, это зависло или вы просто остановились? Ну, я думаю, да, я думаю, уже поделились местами, вот там более чем достаточно. Вот расскажите, пожалуйста, ребята, есть ли у вас какие-то легенды, может быть, какие-то супер смешные истории, которые приключились с вами, или просто у вас в общежитии с другими студентами, вот есть ли какие-то такие байки студенческие? Это очень, да, хорошее, надо вспомнить. С одной стороны, было очень много всего. Ну, на самом деле, просто правда, очень много воспоминаний различных историй, которые с тобой постоянно случаются. Это касается студенческой жизни внешне, касаемо обучения, поэтому сейчас надо вспоминать. Настя что-то вспомнил. Да, у нас есть такая байка, как раз для первокурсников, для абитуриентов. Сейчас мы вас познакомим сразу, остальных абитуриентов будут знакомиться с прокураторами. У нас в Мете есть большая столовая, есть много буфетов и маленьких, которые в различных учебных корпусах располагаются, чтобы не переходить из одного в другое, не тратить время. Соответственно, есть одна такая столовая, она называется достаточно секретной, ее кодовое название «Пелемешка», и никогда нельзя говорить первокурску, где она находится, он сам должен ее найти. Мы говорим только в ком-корпусе, и дальше он управляется на поиски. И если он нашел эту пелемешку, он уже студент, и, в принципе, прошел такое мини-посвящение по нашим корпусам, и никогда не заблудится в том, что если нашел пелемешку, значит, ты знаешь все. Это как тайная комната? Да, и там очень вкусно, кстати. А она существует вообще? Да, да, это столовая, там кушают и студенты, и сотрудники, да, просто она очень удаленно находится, и не всегда понятно, как ее найти, поэтому нужно немножко поискать. То есть ее сложно найти, но если нашел, то это счастье? Будешь ходить, да, всегда. Класс. Слушайте, интригующе. Есть еще что-то? Вы можете пока вспоминать. Руслан, ты что вспомнил? Да, я не знаю. Дамир? Ну как, это не столько легенда, да, это скорее просто интересная история о том, что основную часть корпуса нашего первого, да, во второго этажа проектировал Эрнст Неизвестный. И в целом весь первый корпус метод – это такое особое архитектурное сооружение, невероятно красивое. Если вы поступите сюда, вы можете заметить, как временами в коридоре будут сидеть дизайнеры и что-то рисовать на своих холстах, зарисовывать этот первый корпус, потому что он действительно очень красивый. Поэтому это просто не важно. Это просто факт, да. Это просто есть. Здорово. Скажите, пожалуйста, расскажите, какие предметы и экзамены самые сложные? Ну, у вас, наверное, конкретно. Наверное, математика, ну и все различные виды, то есть там, да, и анализ, и вероятность и так далее. Ну, все зависит тоже от направления, на котором ты учишься. Например, я думаю, что гуманитариям тяжелее дается технические специальности, ну, возможно, предположение, да, технарям проще сдать физику, чем выучить какой-нибудь проектный менеджмент. То есть тут все тоже индивидуально, но в целом, наверное, это математика, физика, такие основные предметы вуза, которые проходят практически все, и это длится не один с места, а несколько. Поэтому нужно очень усердно будет учиться и прилагать все усилия и возможности свои, чтобы все хорошо и отлично закрыть, чтобы стипендию получать. Ну, у нас на менеджменте это все, что связано с финансами, потому что финансовый учет, финансовый менеджмент – это достаточно такие объемные, эфирные дисциплины, к которым надо хорошо готовиться. Поэтому если хочется вечно встать, надо как раз-таки окачивать очень сильно это серьезно учить. Спасибо, ребята. Слушайте, расскажите, пожалуйста, проводятся ли какие-то совместные путешествия или поездки, куда студенты едят вместе? Ну, правком, как уже говорили, делают экскурсии различные, то есть это экскурсия в Москву, это, возможно, поездки на матчи какие-то крупные, да, отдают просто бесплатные билеты. Вот, также у нас лучшие студенты, да, которые, ну, кроме того, что хорошо учатся, да, занимаются еще, занимают активную жизненную позицию, где-то в студенческих объединениях, в науке. Этих студентов медвозят на море летом, вот, соответственно, через буквально две недельки мы уедем туда. Там у нас будет тоже свое обучение, да, мы будем разрабатывать, да, какие-то наши дальнейшие проекты, возможно, читать тренинги и так далее, но также это будет приятно, потому что это будет в бережье море, и уже хотя бы мы немножко отдохнем. Поэтому и такие поездки тоже есть. Вы все втроем, да, поедете? Угу. Ой, а куда? Это по Топсе, поселок Новомихайловск. Здорово. Вы уже туда ездили? Да. Да, классно? Очень. Ну, здорово. Уж счастливого путешествия, повезло. Спасибо. Скажите тогда, пожалуйста, перейдем к следующему вопросу. А как у вас с предпринимательством у студентов? Делают ли какие-то свои проекты, бизнесы, и есть ли примеры? Вот, и можно ли еще, еще в дополнение, можно ли получить финансирование под свою идею? Да, на самом деле у нас многие студенты занимаются этим. Если ты работаешь в технической сфере, у нас даже есть специальный грантовый конкурс, который называется «Умникон внутренний». Помимо этого хочется рассказать такие забавные истории. Вот как раз про байки вспомнил. У нас есть музыканты известные, люди, которые, да, ну, неизвестные в своих кругах, да, они занимаются музыкой, и также они занимаются модельным бизнесом, и занимаются, да, снимаются в различных клипах, правда, это до нас, да. Такие, ну и просто есть ребята, которые, да, начинают работать, если серьезно уже говорить, то когда есть какие-то свои технические разработки, какие-то свои идеи, ты подаешь грантовые конкурсы, выигрываешь их, и реально занимаешься потом дальнейшими проектами. А также еще в Мете у нас есть открытые лектории, туда приглашают специалистов и предпринимателей, которые рассказывают, как вообще это можно сделать, что им нужно, куда обратиться, и иногда проводят школу предпринимательства, это тоже здесь есть, поэтому, в принципе, найти можно, если захочешь, то в руках. То есть вы сказали, что есть даже гранты, да, допустим, вот я настолько гениальна, что я придумала, да, что-то, какое-то устройство, и я могу как-то найти средства, да, на исполнение. Это вот конкурс, конкурс умник, как раз-таки нужно подавать свою заявку, там тоже будет отбор, да, соответственно, представление, и выигрыши получают именно суммы на реализацию своего проекта или свои задумки, соответственно, они же могут это потом реализовать. Ну и потом, конечно, отчеты, все это сдается, то есть не просто так, что человек получил деньги и пошел, нет, все это, конечно, доводится до конца, то, что должно быть сделано, оно сделано, и можно вот так вот в разработке участвовать. Ну и либо с кафедры, если, например, устроиться на работу на кафедру свою, участвовать в каких-то там грантовых проектах именно уже своего направления, то тоже можно что-то свое сделать, но это будет уже зависеть от направления, от кафедры и от того, чем мы будем заниматься. Очень здорово, классно, спасибо. Следующий вопрос. Что посоветуете школьникам, которые в этом году выбирают, куда поступать? Лично ваши советы какие-то, лайфхаки, как бывалых? Ну, наверное, мониторить сайт и смотреть проходные баллы всегда в университетах, да, на направлениях. Вообще, главное понять, какое направление тебе интересно, потому что во многих вузах направления схожи, да, то есть можно выбрать условно вуз, направление уже выбрал, а вуз еще нет. Смотреть, что рядом находится, как ближе добираться, да, где ты сможешь отдохнуть, погулять. Если, ну, если вы нейтрально относитесь к дороге и вам не тяжело далеко ехать, то, как бы, люди выбирают вуз подальше. Если вы не очень любите, как бы, сидеть очень долго в электричках в автобусах, выбирать лучше поближе к месту, где вы живете, либо смотреть как раз-таки наличие общежития, предоставление там места, какие шансы и так далее. А так, главное, не бояться, потому что все, что происходит в жизни, оно уникально лично для нас, и, мне кажется, впереди только хорошее. От меня хотелось бы сказать, опять же повториться, что поймите, что интересно именно вам, потому что вам работать в этой сфере, развиваться, конечно же, вы можете получать параллельно какое-то образование, заниматься саморазвитием своими проектами, но вы должны понять, какое образование вы получить хотите. Ну и также надо понимать, готовы ли вы жить в другом городе. На этот вопрос точно очень важно на себя ответить. Так, возможно, я тоже дам небольшой совет, что сподвигло меня поступать именно в МИЭС в свое время. Попробуйте выбить немного времени, зайти в группу ВКонтакте того или иного университета, куда вы хотите поступать, и спешитесь со студентами, которые учатся в университете, чтобы впоследствии вы могли узнать, каково это учиться в университете изнутри. Потому что очень многие люди могут нарисовать себе какую-то красивую картину университета, допустим, вот это один из душ в России, а потом они приходят и очень сильно разочаровывают. Поэтому пообщайтесь сначала со студентами, попробуйте проникнуть внутрь, посмотреть, как там нравится, не нравится, и уже впоследствии принимать решение. Да, и если вдруг хотите поговорить с студентами нашего вуза или еще раз потом, возможно, задать вопросы лично нам, у нас есть группа первой МИЭТовских ВКонтакте, там все наши контакты, можете написать либо в группу, либо уже конкретно людям, и спросить, если остались какие-то вопросы личные, пожалуйста, мы всегда отвечаем индустриентам, каждое лето, каждый год люди пишут, спрашивают, мы отвечаем. Ребята, спасибо большое. Вы знаете, даже как-то прям захотелось к вам поступить, честно говоря. Кажется, у вас там и три озера, и столько зелени, и вообще очень классно, и много всего есть. Спасибо вам большое за то, что вы все нам это рассказали, обо всем. Хорошей вам студенческой жизни, хорошего окончания, чтобы вы нашли классную работу, чтобы были классными специалистами. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Да, но, ребята, мы хотим вам напомнить о том, что у нас онлайн-марафон, неделя поступления. Кто еще не зарегистрировался, скорее присоединяйтесь к нам. Вот такие классные встречи у нас будут с представителями, со студентами и с экспертами приемной комиссии из разных кузов России, из самых классных кузов России. Поэтому, вот видите, как это полезно, как это классно. Поэтому скорее присоединяйтесь к нам, регистрируйтесь. Ну, а мы еще раз благодарим Настю, Руслану, Руслана и Дамира. Спасибо вам большое, ребята, за классный рассказ. Ну и прощаемся с вами. Пока-пока. Все, до свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...